Девушки отдыхают Знаки отличия достойны Награда для священников и волонтеров, которые помогают в зоне АТО Покровитель учеников и учителей День памяти преподобного Сергия Радонежского в Одесском храме Украшение Волынского полесья Крестовоздвиженский мужской монастырь Особая церковь В Киеве возвели отдельный храм для венчания Как написать икону? Мастер-класс от мастера-иконописца из Соединенных Штатов Америки В столичном воскресенском храме памяти по погибшим и ветеранам Афганистана 17 октября состоялось награждение священнослужителей и волонтеров Отличившихся в духовном и социальном служении в зоне АТО Мероприятие было приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы И Дню Защитника Украины Председатель Синодального военного отдела Украинской Православной Церкви Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин Вручил награды, медаль за веру, достоинство, честь, а также почетные грамоты На торжествах присутствовали представители духовенства и воины-афганцы Владыка Августин совершил заупокойную литию по усопшим защитникам Украины и молебен за живых В слове к собравшимся митрополит Августин отметил Господь призвал, обращаясь к своим последователям Пусть сияет свет наш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного И поэтому, конечно, тот человек, который делает добрые дела, помогает, когда ищет награды, похвалы, теряет все Но с другой стороны, если все скрывать, тогда те, кто имеет возможность, ленивые, небрежные, скажут «Никто же не помогал, почему я должен? А так, посмотри, работают, делают» Итак, священники военные, я думаю, несколько имен стоит назвать Тут с Волыни есть председатель военного отдела Волынской епархии, отец Александр Мазурак Они выйдут на богослужение А с ним и сослужитель, отец Александр Лановой Который, увидев по телевизору в колонне пленных, узнал своего брата И поехал его освобождать И потом много раз посещал зону боевых действий В начале конфликта на Востоке немало ветеранов Афганистана вместе с молодыми солдатами Пошли на передовую К сожалению, не все вернулись живыми О каждом из них афганское братство хранит память Также и о тех, кто много лет назад погиб в далеких афганских горах Председатель Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский обратился к присутствующим Здесь есть ребята, которые по велению сердца ездили Десятки пленных привезли на родину Есть ребята, которые десятки, как мы называем, двухсотых погибших Привезли с той стороны Привезли сюда отдать в родную землю Люди, которые сегодня занимаются И каждую неделю находят время Находят возможность И едут на Восток и помогают Все это является нашим вкладом В окончание этой войны Священники не могут остаться в стороне от конфликта Который продолжается на Востоке нашей страны Под обстрелами, рискуя жизнью Они выполняют свою миссию Донести Слово Божие до воинов Которые находятся на передовой То, что самое тяжелое у меня было Это первая пасхальная миссия В нашем позоне боевых действий 2015 года Когда мы находились в Мариуполе Со стороны Широкина И был массированный артобстрел То, конечно, наверное, это была моя самая тяжелая проповедь Потому что говорить о радости Пасхальной О Светлом Христовом Воскресенье Тогда, когда ты слышишь Залпы градов И потом Массовые минометы Ну, очень-очень тяжело Вот для меня это было Самое тяжелое Ну и, конечно же, радость и облегчение Когда наши воины Действительно хотят Шубачка поисповедать 16 священнослужителей и более чем 40 волонтеров Удостоились в этот день наград Среди награжденных волонтеров были психологи Оказывающие помощь военным Артисты, выступающие на передовой А также волонтеры, которые следят за состоянием здоровья жителей При фронтовых территорий Кроме того, Герой Советского Союза Валерию Гринчаку Был вручен знак отличия 20 лет вооруженным силам Украины Председатель Киевского городского союза ветеранов Афганистана Николай Гончаренко На днях отпраздновал свое 50-летие Рассказывает, что вера в Бога была с ним в самые трудные минуты Во время службы в Афганистане Когда я проходил службу Тогда нательный крестик был Это мама мне давала Мы тогда были атеистами Но, так сказать, всегда, когда были сложные жизненные ситуации Когда попадали в передряги То всегда вспоминали, обращались к Богу, чтобы защитил Я думаю, учитывая мои ситуации Что Он как раз защитил И уберег меня в то время Тогда такая ситуация была Что подрыв Я должен был быть тяжело ранен Но получил контузию В завершении торжеств состоялся праздничный концерт Для учащихся Одесской духовной семинарии День памяти преподобного Сергия Радонежского особенный Он покровитель учеников В этот день в бывшем здании семинария Где сейчас действует семинарская церковь В честь апостола Андрея Первозванного Престольный праздник Нижнего храма Праздничную божественную литургию Совершил ректор Одесской духовной семинарии В сослужении преподавателей и священнослужителей храма Хор семинарии Семинаристы Пономарии Являются напоминанием современным одесситам Об истории духовного учебного заведения города Как прежде, до революции 17-го года, будущие священники учили слово Божьему в храме на семинарской, так и сейчас этот дом Божий не прекращает свое служение, проповедуя людям истины Христовой веры Храм находится в помещении бывшей Одесской духовной семинарии, которое в 1920 году вместе с уникальной библиотекой было передано Одесскому сельхозинституту, который располагается здесь и ныне Это здание на углу семинарской и канатной улиц было построено трудами и молитвами святителя Иннокентия Борисова, а освящено в 1903 году архиепископом Иустином В 2005 году Одесской епархии вернули часть помещений семинария и храм Сейчас здесь совершается регулярное богослужение Прекрасный ремонт, уникальные святыни, иконы, роспись Храм является настоящим украшением епархии Сегодня церковь посещает много прихожан, которые с любовью чтят память святого Сергия, покровителя учителей и учеников Сегодня очень большой праздник, хотя времени прошло с 1314 года, это 14 век, а сейчас у нас 21, достаточно много Но Сергий Радонежский, он стоит рядом с Серафиом Саровским, рядом со всеми батюшками, которые были в 20 веке, с нашими современниками, он всегда стоит рядом Любой святой он просит за нас перед Богом, потому что иногда мы недостойны просить Бога напрямую Поэтому приходится обращаться к святым, они подходят и говорят, что Господь помоги этому, просит меня И по благодати, по молитве того святого Господь помогает нам Я счастлив, что я тоже несу имя преподобного Сергия Игумена Радонежского Это великий святой, который оставил после себя большой труд, прежде всего труд через своих учеников и последователей В пятом классе на уроке математики должны были говорить о оценке по контрольной Я очень боялся и помолился преподобному Сергию Радонежскому, чтобы у меня была хорошая оценка И мне тогда поставили девятку Я очень радовался и благодарил потом преподобного Сергия Сегодняшний праздник, братья и сестры, мы просим милосердного Господа, чтобы Господь и вновь по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Сергия Давал нам возможность прославлять Христа Давал нам возможность приходить в Храмы Божии Приносить свои искренние молитвы Получать от Господа те блага, без которых мы не можем жить Но в то же самое время иметь возможность И испытывать свою собственную веру, если Господь попускает нам некие невзгоды В свое время проблема пережил и этот храм А сегодня он несет свет Христовой веры всем, кто сюда приходит Далее обзор событий в православном мире На очереди международные новости Нынешние гонения на христиан в мире достигли беспрецедентных в истории человечества масштабов и жестокости Об этом на основании собственных исследований заявила итальянская международная благотворительная организация помощь церкви в нужде В ее отчете говорится, что сегодня христиане не только преследуются более настойчиво, чем последователи любых других религий Но и способы этих преследований становятся все более жестокими В 12 из 13 стран, в которых проводились исследования, ситуация для христиан за последние два года ухудшилась В отчете также подчеркивается, что ООН не предоставила христианскому населению ряда стран в срочную помощь в период развертывания и нарастания геноцида В Ереване освящен новый православный храм в честь воздвижения Креста Господня Чей насвящение совершил правящий архиерей Владикавказской епархии Русской Православной Церкви епископ Леонид Со знаменательным событием поздравил верующих предстоятель Армянской Апостольской Церкви Верховный Патриарх и католикос всех армян Горигин II Воздвиженский храм стал вторым православным храмом в Ереване и шестым в стране Более 90% граждан Армении относят себя к Армянской Апостольской Церкви Жители американского города Пенсакола выступили в защиту креста, который установили в местном парке 75 лет назад Согласно недавнему решению окружного суда, ему необходимо снести Защитники креста напоминают, что его установили их отцы и деды А потому он уже овеян исторической аурой, приобрел статус объекта культурного наследия и утратил значение религиозного символа На сегодня городские активисты уже собрали официальные юридические выводы Защиту креста у 14 генеральных прокуроров ближайших штатов А также 130 тысяч долларов для защиты креста в суде Более 20% стран мира имеют официальную государственную религию Об этом заявил Американский научно-социологический центр Большинство из них находится на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии 13 государств, в том числе 9 в Европе, имеющие официальную религию, исповедуют христианство Православие имеет такой статус в Греции и Финляндии Кроме этого, 53% стран не имеют официальной или желаемой религии А в 5% государство откровенно активно враждебно относится к любой религии Первое письменное упоминание о городке Чарториск встречается в 11 веке в летописи русской В 13 веке Чарториск был уже большим поселением и имел мощную оборонную систему Сведений о первом православном монастыре, который появился на этих землях, сегодня не осталось Известно только, что основали его выдающиеся защитники православной веры на землях Волыни Князья Чарториские и посвятили Святой Троице При князьях Чарториских городок достиг своего расцвета, стал духовным центром всего Волынского полесия За несколько веков господство на Волыне князья Чарториские возвели много храмов и монастырей От Старого Троицкого монастыря сегодня ничего не осталось А история нынешней крестовоздвиженской обители начинается с 1997 года Она была основана по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви Монастырь расположился на исторических холмах, где в свое время стоял княжеский замок и было городское укрепление Архитектурный ансамбль новой обители состоит из деревянного храма в честь успения Божьей Матери И крестовоздвиженского собора, памятника архитектуры XVIII века Красавец собор был возведен на месте старинного деревянного храма XVII века, сгоревшего в пожаре Однако и к новой святыне судьба оказалась не слишком благосклонной Храм пострадал во время Первой мировой войны, когда через эти места проходила линия фронта Во времена хрущевских гонений на церковь собор отобрали у верующих Сегодня к этому замечательному творению наших предков возвращается былое величие Почти десять лет длились реставрационные работы, но теперь, когда видишь красоту собора, трудно поверить, что недавно он стоял совсем заброшенный Его восстановление – это кропотливая работа многих людей Божественная литургия отправляется в Успенском храме ежедневно Эта небольшая уютная церковь была открыта для верующих даже в советское время Сегодня Успенский храм является центром богослужебной жизни православных иноков Старого Чарторийска В лесу за полтора километра от обители пасека – гордость монастырского хозяйства Братья и паломники всегда могут полакомиться ароматным медом Неподалеку обители находится Ровенская атомная электростанция Однако это соседство вовсе не портит волшебного пейзажа древних холмов Старого Чарторийска Река Стырь, вьющаяся словно лента, протянулась вдоль поселка Она придает этой местности тот неповторимый волынский колорит, за который всегда ценили и любили волынь все, кто когда-либо попадал на ее земли Расположенная на высоких холмах, окруженная рекой, сегодня Чарторийский обитель является настоящей цитаделью Не физической, а духовной В поисках вечной правды к храмам Старого Чарторийска сходятся пути сотен паломников Здесь они находят то душевное спокойствие и сердечное утешение, которых так жаждет каждая христианская душа Чествование праздника Покрова Пресвятой Богородицы имеет глубокую историю в Украине и начинается со времен крещения Киевской Руси Когда-то на Покрову завершался период сватовства и приготовлений к свадьбам И сейчас молодожены придерживаются традиции венчаться в это время В столичном Покровском соборе к празднику открыли первый в Украине отдельный храм для венчания в честь святых Петра и Февронии Первую литургию в храме на Абалонской набережной отслужили на Покрову в 1993 году На следующий год исполнится четверть века Покровскому собору, который стал визиткой Киевской Абалоне В этом году на Покрову освещали новые мозаичные иконы на фасаде и центральном входе с набережной Как известно, главная столичная купель на крещение именно здесь Недавно на территории собора появилась уникальная постройка – храм для венчания Сначала этот купол большой планировали поместить на вершине нашего Покровского собора, целого комплекса Но он был очень тяжелый, этот купол Его не смогли поднять, и он остался стоять в стороне Мы его хотели подарить какому-то храму, но транспортировать было очень сложно Тогда батюшка решил, что его можно применить у нас здесь И придумал такой красивый храм в честь Петра и Февронии, которые являются покровителями семьи И им надо молиться всем молодым парам и вообще семейным парам, чтобы была хорошая семейная жизнь И такой храм в честь Петра и Февронии построили для венчания Настоятель храма протоиерей Николай Терещук по образованию строитель Он сам разработал проект выношенного в мечтах храма для венчания Круглого с массивным куполом Храм украшает нарядное паникодило на 170 свечников Его вес – полторы тонны, а высота – семь метров Удивляют и 16 окон рекордных размеров Красивый гранитный пол, мозаичный иконостас Я сделал расчеты, вот это всего, и когда я рассчитал, сколько это нужно, и какие нужны колонны, и все Хотел ее сделать таким воздушным, светлым, ну, необыкновенным Я хотел сделать что-то такое, чтобы ни у кого не было, чтобы это было только у нас И когда мы действительно поставили и начали все это оборудовать, красота была неописуемая Молодожены Денис и Даша хотели обвенчаться именно на праздник Покрова Но в этом году он пришелся на субботу, день, когда по церковному уставу не венчают Поэтому запланировали таинство на воскресенье Этот храм, потому что он близко к дому и красивый, на самом деле все очень банально Выросли, тут живем, поэтому решили здесь как бы отпраздновать И все родные тут тоже рядом, вот Ну и он, конечно же, красивый, является достопримечательностью Оболонской набережной Поэтому о нем многие слышали, и он первый нам пришел в голову, когда мы вздумались о венчании На Покрову венчались и родители невесты Да, вчера буквально вот был маленький юбилей, 6 лет Прислушиваемся, мы стараемся соблюдать, мы бережем память рода Стараемся детям передавать Потому что Богородица, наша защитница, это очень хороший христианский обычай Интересно и то, что на цокольном этаже церкви для венчания отдельный фуршетный зал Сразу после таинства здесь можно поднять бокал за здоровье молодых На стенах картины с сюжетами из Ветхого Завета Одна из них напоминает об Аврааме, которого Господь благословил иметь столько потомков, как звезд на небе Икона – это лик святого, к которому мы обращаемся с молитвой о помощи и защите Сейчас икону можно приобрести в любой церковной лавке Но есть люди, которые стремятся собственноручно писать образа А для этого крайне важно найти учителя Два года переговоров и, наконец, известный иконописец Владислав Андреев Приезжает в Украину, чтобы провести мастер-класс Национальный союз иконописцев Украины является организатором этого события В рамках такого совместного проекта Национального союза иконописцев Украины И школы Просапон с центром Нью-Йорки Было принято решение для развития иконописи в Украине Пригласить мастера, основателя школы Просапон Чтобы он дал уроки украинским мастерам Хочется отметить то, что в сегодняшнем классе находятся люди Которые уже написали не одну икону Профессиональные иконописцы А также люди, которые впервые взяли кисть в руки И все они сегодня находятся на одной учебной ступени На одном уровне под руководством Владислава Андреева По словам организаторов тех, кто хотел принять участие в мероприятии Было очень много, но только 29 счастливчиков Большинство из которых, учащиеся при Национальном союзе иконописцев Украины Удостоились познать тайны особого искусства Мастер и организаторы мероприятия обещают Шесть дней и икона, написанная лично вами, готова Я всегда сначала говорю, что во всей вселенной каждый человек есть иконописец Только потенциальный Так же, как все существа, все люди верующие Нет неверующего человека Почему? Потому что внутри уже заложено у нас Мы не ставим задачи образовывать иконописцев Наша задача школы – это открытие человека Вот именно собственный вид, собственный образ в себе Через мастерство на доске Поэтому каждое движение, каждая ступень У нас многоступенчатая практика на доске Каждая ступень объясняется, она имеет символическое значение То есть то, что открывается, мы пишем на доске, открывается у нас внутри Бывшая киевлянка Татьяна Губенко, как и Владислав Андреев Эмигрировала в Соединенные Штаты Америки вместе с семьей Нашла представительство иконописной школы «Просапон случайно» А теперь иконопись стала ее основной деятельностью Именно благодаря помощи Татьяны встреча с мастером и произошла Мы познакомились несколько месяцев назад с Владимиром Костюком Через фейсбук И мы начали общаться А мне очень было интересно, почему? Потому что все люди, которые у нас, это больше такого преклонного возраста А здесь было совершенно молодое направление Молодые глаза И нам очень, мне чисто лично было интересно Увидеть молодежь, с ней пообщаться И увидеть новые какие-то таланты Мы стали обговаривать эту идею И договорились После длительных переговоров нашли время Потому что Владислав очень-очень занят У него, в общем-то, серьезный график Татьяна рассказала Начала писать иконы для себя, а теперь учит других Ее ученики верующие разных христианских конфессий Люди разных профессий Особенно много врачей Стала писать Сама иконы Потом появились люди, которые очень хотели, чтобы я начала с ними работать И учить их каким-то маленьким хитростям И теперь у меня уже как бы свои классы Отношусь вот именно к инструкторам школы Потому что у нас, как сказал Владислав, есть пять учителей Остальные это инструктора И ассистенты Локальные Юлия пишет свою первую икону Иконопись очень ее заинтересовала Говорит, что писать образа будет и дальше для души Моя подруга Виктория, она уже 10 лет пишет иконы И она меня в свое время пригласила, можно сказать, или вдохновила И поэтому я с радостью приняла это предложение И вот сейчас, пользуясь таким случаем, пишу, работаю над собой Это и успокаивает, вместе с тем дает работу над своей душой История самого Владислава Андреева проста Стал иконописцем, потому что искал философское оправдание искусства Нашел его в иконе С тех пор иконопись стала его призванием Филиалы школы, которые он основал, открыты почти во всех штатах Соединенных Штатов Америки Они есть и в Греции, Англии, Финляндии, России, Польше и Эстонии Ну, когда-то еще в России я искал соединение искусства и религии Вот обрел это в технике иконописи Ну и так судьба повернулась, что меня позвали преподавать потом Так что это получило развитие И в Америке, во многих штатах организовались классы Большой интерес проявился у людей к иконописи Не потому что быть иконописцем А просто людям очень интересно Вот эта связь тоже искусства Не просто картину писать, а еще какое-то Затрадить внутреннее содержание Потому что икона на самом деле это в человеке, в самом Душа наша как икона Мастер, как и все ученики, пишет лик Архангела Михаила Показывая и объясняя каждый этап Когда работы будут завершены, они с гордостью заберут их домой А икона, написанная Владиславом, войдет в коллекцию Союза иконописцев Целью этого мероприятия является не подготовить профессиональных иконописцев А то, чтобы каждый человек, пришедший сюда, вышел отсюда с готовой работой С готовой иконой, которая будет нести в себе определенный сакральный смысл И сакральную богословскую философию Уникальной техникой, мне кажется, и способом изложения этого мастера Является то, что, объясняя технические процессы иконописи Он своеобразно проводит аналогию со Словом Божьим Поэтому сам процесс становится еще более интересным Это как нетехнический процесс Это как Библия в красках Поэтому по-особенному интересно участвовать в таком обучении Организаторы рассказывают Встречаются с известным иконописцем уже второй раз И надеются не последний Возможно, в следующем году Владислав посетит Украину в третий раз Чтобы поделиться опытом с иконописцами и теми, кто мечтает ими стать Чем ближе к нам, тем ярче, а чем дальше от нас встретим В завершение праздника следующие седмицы В понедельник, 23 октября, чтим собор Волынских святых 24 октября – день памяти преподобного Феофана Постника Печерского 25 октября – церковь вспоминает святителя Филарета Черниговского На следующий день чтим иверский образ Пресвятой Богородицы 27 октября – день памяти преподобного Николы Святоши Первого русского князя, который принял монашество 28 октября – праздник в честь чудотворной иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов На этом все. До свидания.